Весы. Прогноз на май 2023 года. Итак, в этом месяце у вас происходит достаточно много интересных событий. Они, может быть, не судьбоносные. Нет, пожалуй, это не то время, когда, ну, по крайней мере, если мы говорим только лишь про весь знак, про все 500 миллионов человек на Земле, которые родились, ну, примерно, приблизительно 500 миллионов под этим солнечным знаком, то, конечно же, это месяц, который не является судьбоносным. Но, тем не менее, какие-то определенные свои события, какую-то определенную свою лепту в тот вес, который приобретает этот год в вашей большой уже, наверное, длительной жизни, да, этот месяц тоже внесет. Что же он по большому счету вам сулит? Вообще, первая неделя этого месяца, она, ну, скажем так, она достаточно удачная для решения дел, которые требуют договоренностей, которые требуют совместной деятельности. Поэтому в обязательном порядке обратите внимание на те дела, которые вы делаете группой, коллективом. Пусть даже эта группа и коллектив состоит только из вас и какого-то еще одного человека. Потому что понятно, что мы все страдаем несколько от ретроградного Меркурия, да, который дает определенные проблемы и задержки в получении информации, в переключении на определенные нюансы информации. И в передаче информации он тоже дает проблемы и задержки. Поэтому все мы от этого страдаем. Первая неделя этого мая, да, она тоже идет под ретроградным Меркурием. Но в вашем случае очень удачно себя зарекомендовала в это время планета, которая вами управляет. Она как раз находится в знаке, которая отвечает за взаимодействие между людьми, именно коммуникационное. Поэтому я думаю, что вы будете одним из тех коммуникаторов, который может решить любой вопрос и договориться с кем угодно. Так что вы можете продавать свои услуги, рекламировать себя в это время. И, в общем-то, оказывать дружескую поддержку даже в тех коммуникациях, которые зашли в тупик у людей, да. И вот вы как такой третий такой ментор, медиатор, да, могли бы эту коммуникацию между ними наладить. Но в первую очередь, конечно, разберитесь со своими коммуникационными проблемами и сложностями, если такие существуют. Или же доведите вообще все эти договоренности до определенной результирующей. Тем более, что у небес есть свои. На этот счет свое видение того, как будут развиваться вообще события, связанные со взаимопониманием в первую неделю месяца. И вам тоже будут и здесь определенные вызовы брошены. А вот с 7 числа, 7 мая и по конец мая совершенно другое время. Ваш управитель зайдет в знак, который, в общем-то, для вас является всегда тем местом, на зодиакальном кругу, конечно же, из которого идет очень много напряжения, из которого идет очень много волнения, из которого идет очень много такой сентиментальности излишней. Знак рака, в который попадает ваш управитель с 7 числа и до конца месяца он там будет, это знак, который создает для вас, скажем так, большую чувствительность, чем вы бы хотели. Вы становитесь более ранимыми, более зависимыми от мнения, в первую очередь, ваших близких и от их суждений, от их решений. Вы становитесь вообще более ориентированными именно на близкое окружение в этот период. Хотя в целом ваш знак говорит о том, что ориентация-то идет на большую группу людей, но это тоже группа избранная. Весы вообще знак рафинированный. То есть это знак избранного взаимодействия, только с равным себе. Поэтому даже когда мы говорим о том, что весы могут найти с кем угодно язык общий, потому что это такие прирожденные дипломаты, это настоящие медиаторы, которые умеют договориться обо всем, чем угодно, да, они прекрасные в этом смысле коммуникаторы, то все равно мы помним об условии. Это должен быть другой человек или группа людей должны быть равны носителю этого качества, этих весовского качества. Абы с кем договориться весы не захотят. Они могут договориться только с тем, кто, по их мнению, в их глазах представляет какую-либо ценность. Вот про ценность как раз. В ваших глазах с 7 мая особую ценность будут представлять значимые для вас близкие люди. Если в какой-то период времени вы отошли от активного взаимодействия с ними, вы выключились из их интересов и дел и больше перешли на внешний план, ну потому что, наверное, того требовали условия жизни, то сейчас, наоборот, как бы все обстоятельства и близкое окружение будет опять вас возвращать в дела свои собственные, в свою личную жизнь. И вы, по большому счету, с 7 мая как бы окунетесь в свое такое интимное пространство больше. И то, что находится за его пределами, не то чтобы совсем выпадет из вашего внимания, но на это не будет достаточного ресурса, чтобы реагировать. Так что надо признать, май это не время для активной реализации, например, ваших профессиональных или карьерных задумок. Имейте это в виду, что на это просто может не хватить сил. Особенно если у вас близкого окружения много, ну предположим, вы живете в большой семье, где есть и партнер, где есть дети, где есть родители с обеих сторон, где есть, может быть, братья и сестры, тети, дяди и так далее. То есть чем больше, ну у вас такой более полноценный контекст здесь, тем как бы больше внимания придется этому уделить. Тем менее, ну такой объемный контекст вот именно в вопросах ближнего окружения, то есть чем вы по степени более одиноки, да, более так вот отдельно сепарированы от всех, то, конечно же, тем больше в вашу жизнь просто будут входить или включаться вы будете в жизнь тех людей, которыми вы симпатизируете. Это могут быть там ваши соседи или ваши подруги, или, например, это могут быть люди, которые вам симпатичны по работе, и у них что-то случается, и вы вот в их жизненный контекст тогда больше будете вписаны. А до себя и до как бы своих внешних там амбиций времени просто не будет столько. Тем не менее, хочу обратить внимание, какое, ну самое такое лучшее время для решения тех задач, которые перед вами поставит май, ну и вы, конечно же, наравне с ним, потому что я придерживаюсь правила, что мы делим за свою ответственность небесами, за свою жизнь ответственность небесами пополам, 50 на 50. Да, мы, конечно, зависим от внешних обстоятельств. Да, безусловно, мы живем в какой-то уже предначертанной карте, да, по которой движемся. Это хорошо заметно, если вы будете заниматься астрологией и прогнозировать в особенности, то вы будете прекрасно видеть, как, собственно, движение всех планет, как стрелка часов показывает нам, когда какое событие в нашей жизни начнется. А событие будет записано при этом в карте рождения. Вот вам, пожалуйста, прогноз, наложенный на карту рождения. В общем-то, в этом и смысл, по большому счету, работы с картой рождения при прогнозировании. Но при этом, как мы будем этими возможностями, этими потенциалом, какой бы он ни был, положительный, отрицательный, как мы на него будем реагировать, как мы внутри этой ситуации себя поведем, какую роль мы там выберем для себя, чем мы там займемся, будем ли мы реализовывать стратегию «беги» или стратегию, наоборот, «бей», да, или стратегию «замри». Это зависит всецело от нас. И вот эти те самые 50%, о которых я, в общем-то, вторых веду речь. Но самое актуальное здесь время для полноценной реализации всего, что вам дают небеса и что вы задумывали сами, это, пожалуй, время примерно с 10 мая по 16-17 мая. Вот, то есть вот в этот период не будет никаких, ну, скажем так, непрогнозируемых событий, да, подводных течений, которые могли бы вам серьезно навредить. Вы вполне будете владеть ситуацией, и самые значимые решения мая нужно принимать именно в этот период. А последняя часть мая может принести удивительные события, которые как раз вы не сможете прогнозировать, но которые вас приятно удивят. И эти события могут касаться как раз тех значимых людей, того близкого окружения, ради которого вы, в общем-то, положили половину мая. Так что ждите такой благоприятной обратной связи, каких-то реальных подарков от людей, которые вас окружают, и которым вы активно помогали почти весь май в конце этого месяца. Я надеюсь, вам понравился этот прогноз. Пожалуйста, поставьте мне лайк. А также подпишитесь на меня, где бы вы меня не смотрели. На ютубе смотрите, подписывайтесь там. Если вы меня смотрите в моем телеграм-канале, то обязательно подпишитесь там. И найдите меня вообще в телеграме. Астрология с Ермолиной Татьяной. Это словосочетание, по которому вы там можете меня найти через поисковик. И подписаться, потому что там я пощу ту информацию, которую я не выкладываю больше нигде. Также вы на меня можете подписаться во ВКонтакте, если вы меня смотрите через паблик. И подпишитесь, пожалуйста, в мой дзен, если вы смотрите меня там. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok